Поздравляю! Министерство юстиции принялось за разработку закона, запрещающего допускать должников по алиментам к сдаче экзамена на водительские права. Прочитал я с утра эту новость, и у меня сразу поднялось настроение. Значит, власть не сидит сложа руки и не только думает о том, как бы повысить население пенсионный возраст. Она заботится и об одиноких матерях, лишенных, может быть, средств существования с детем на руках и брошенных различными мерзавцами на произвол судьбы. Наконец-то прищемят голубчиков, а то распустились совсем. По данным Федеральной службы судебных приставов, только за пять месяцев текущего года в розыске находились аж 70 тысяч алименщиков. Ничего себе цифра! По сути, она равна населению довольно значительного населенного пункта, размером не меньше, чем областного подчинения. Мое воображение рисует такой городок, где алименщик на алименщике. Они едят, пьют, ходят в кино, небось и мороженым лакомятся, и еще имеют наглость сдавать на водительстве и права. Я даже представил, как эти люди сбиваются в кучи и смеются над нами, то, несмотря на сложное экономическое положение в стране, тянет семейную лямку и в поте лица добывает средства, искупая свою былую мужскую распущенность. И меня вдруг такая злость берет к алименщикам, потому что я и сам когда-то в советское время платил алименты, а именно 25% от своего заработка. На месте законодательных органов я бы пошел еще дальше и распространил бы запрет для лиц, пренебрегающих родительским долгом, на вождение велосипедов, плавающих средств, а ведь есть еще и воздушные суда, и среди летчиков найдутся те, кто не без греха. Так что любишь кататься, плати алименты.